сегодня я хочу рассказать о участнике школе школы вадиме полшкове хочу рассказать потому что есть что рассказать на самом деле в школе вадим очень часто подсказывает например человек присылает код до для новичка сложно на самом деле не установлена пил и постоянно видишь его сообщения значит найти вадима очень легко начни здесь на портале далее практику мы школы далее практику вадима полшкова и вот его сайт здесь много информации вадим пишет то что делает хотя многое получается он идет дальше но на самом деле так было не всегда были моменты когда вадим и собирался бросать и у него не получалось вот он писал помню вроде так по шаблону пишешь хочешь сам функцию написать не получается но тем не менее время шло что мне тогда осталось вадиму написать я написал ну решил бросать бросай устал отдохни к счастью вадим выбрал на тот момент второй пункт просто отдохнул немножко и взялся по-новому потому что сказал что да уже много пройдено python джанга уже оставлять как-то нельзя и пошел дальше сегодня конечно видно особенно вот приходит новичок и подсказки научился читать ошибки но много далеко продвинулся просто почему то люди считают что вот python простой язык но это же язык на самом деле си легче выучить вот чем python python имеет огромное количество библиотек но когда вы поймете python а в школе есть все средства для этого значит тогда вас уже не остановить вы сможете писать на любой системе ну что ж вот на сайте вадима вы можете кликнуть узнать больше приходите в школу конечно же я думаю что и вам на ваши вопросы тоже поможет найти ответ вадим особенно если вы новичок это человек с огромным упорством с огромным огромную любознательностью кстати мотайте на усе качество способный сами гуглить если что-то непонятно добиться как если рассказать особенно новичков интересует к слову вадима развития конечно же не сразу он то на спб то возвращался на pro 365.net опять бомбил python что-то непонятно списки словари и так далее то опять сюда то есть у него целая стратегия создалась очень много советов включено в портал именно от вадима по изучению вообще но сам факт сам факт что с нуля человек может писать и опять остается истина истинной ребят как бы вы не спешили вот сейчас я смотрю ребята постоянно появляются новые и и ренат допустим вот все вот он вцепился и днями сидит за компом не надо спокойно надо изучать все равно год надо на то чтобы в принципе не в среднем понимать язык в среднем понимать джанга и грубо говоря создать за год себе платформу для дальнейшего изучения первый год вы будете ковыряться в самых простых вещах потом вы эти вещи будете делать течение нескольких секунд но иногда на какие-то вещи довольно простые вы будете тратить два дня три хотя в уроке вот говорится но прослушал да не слышишь потому что в голове еще не сформировались те понятия python да пропустил там кавычку для вас кавычка а через год для вас это будет строка еще нет вот эти эти все понятия формируются в течение года это важно потом конечно же вы будете заходить бросать взгляд открывать проект например там на джанга уже только взглядом четко видеть а какая это версия а что у вас стоит то есть вы уже будете по памяти читать файл настроек но все это будет потом к этому нужно прийти конечно я хочу поставить пример вадима значит у него великолепные качества помощь другим вот это он самое главное понял помогая другим он тренируется сам и вот это вот умение научиться продавать это умение помогать сначала надо выработать постоянно в коде но опять же идет спокойный процесс изучения потому что когда-то я вадиму сказала вот ты вспомни вот как ты пришел когда вот у него не получалось будет ну да я не мог джангу установить чтоб она заработала вот вот просто мы зачастую забываем каким мы были у каждого свой путь важно сделать частью частью python частью жизни спокойно шаг шаг за шагом изучать ведь школа чем важна школа что ты находишься в процессе постоянно приходит с группы сообщения ты это все перевариваешь ты постоянно с этим живешь ты просматриваешь и каждый раз идет накопление переосмысление информации потом бац смотришь о ты уже код понимаешь ты уже понимаешь оказывается научился писать эта грань она очень как бы сказать она наступает вот смотрите приходит человек и начинает долбить этот python делает урок за уроком пыхтит это нормально это правильно и у него постоянно в голове вот тут выше вопрос да вот я делаю мне все понятно но программировать я не могу как вот как я начну программировать потом это у всех происходит ребят самое главное что давайте докончу мысль потом он радуется таким вещам что наконец-то ура это кортеж не скобка это строка проходит время он перестает вот так вот обращать внимание на то что это строка он просто открыл это уже подсознательно понятно что это строка и что это настройка и что с этим можно делать но для того чтобы это стало подсознательно что человек был в школе делал урок за уроком и каждый раз эта информация откладывается 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 и потом человек начинает понимать что он уже делает сначала простые операции и в принципе он себя спрашивает а что тут могло быть непонятно верно поэтому есть простое правило начали изучать python вот сначала у вас первый год потому что иногда люди пишут вот я хочу там за короткое время два-три месяца изучить python и уже начать бомбить проекты ребят да хоть за два дня делайте вопрос python должен уложиться и стать частью вашей жизни поэтому я говорю будете писать будете делать будете честно не вы первые не вы последние для вас сейчас задача стоит не в том чтобы вот за три месяца и все я вам хочу чтобы вы меня услышали будьте будьте в процессе пришли в школу начните заниматься может это придет через пять месяцев может через полтора года вопрос в том что это придет и писать вы будете сначала вы будете делать уроки пыхтеть вам будет все сложно пройдет время вам станут понятные типы объектов вы уже будете делать более сложные операции сначала вы будете делать уроки и допустим даже есть домашнее задание я говорю попробуйте создать виртуальное окружение и настроить джанга где-то из уроков за полчаса и люди пробуют да в принципе получается но это и есть дальше уже отработка автоматизма по сути дела когда сформирован в течение года костяк а школа именно так потому что ведь многие говорят а что школа школа это массив информации например ребята становятся на ноги за год а я за четыре стал когда первый раз разница есть одно дело когда вы собираете по крупицам и не понимаете как это все вот взять и сложить а другое дело когда вот собралось уже сообщество школа где все занимаются одним и тем же делом каждый что-то выкладывает добавляет это совсем уже другое это быстро зачем терять время ребят тогда вы начинаете расти быстрее я говорю о Вадиме потому что в принципе Вадим пришел один из первых и вот он выполнял все домашние задания много чего добавил то по чарам переведет то еще чего-то то там еще копается как вообще вот если сказать вот видно что человек начинает программировать ну смотрите вот допустим он начинает делать там на джанга ну повторяет делает свое отходит а потом человек начинает устанавливать какие-то свои библиотеки и он даже не замечает что он уже ошибки спокойно читает где-то не получается вот он уже формулирует задачи то есть человек становится программистом программистом не становятся вот изучил язык стал программистом нет программирование это процесс и нужно находиться в этом процессе одно из условий одно из условий успешно начать программировать это быть в коллективе где люди программируют почему хорошо быть в школе потому что здесь приходит постоянно много новичков да новичкам пишут что вот как Вадим пишет пользуйтесь поиском на форуме там это есть то раз обсуждалось но в этом и хорош группа google да на самом деле что она безразмерная и действительно если допустим данный вопрос ну не знает человек это нормально завтра придет новый тоже будет не знать но на самом деле если ввести допустим тот же пилов это библиотека для обработки изображений то куча информации сразу да на форуме и если взять школу взять школу да и прямо в школе допустим бить пилов да это говорится но новичок это обычно не слышит по одной простой причине везде да то есть обсуждались проблемы 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 подключения все оказывается решение есть и завтра придет новичок и я к этому отношусь очень спокойно потому что знаю что надо время чтобы человек стал так вот в школе приходят постоянно новички и вы чувствуете что рядом есть человек который учится как и вы с которым можно поговорить да обсудить вот у меня то не получается у тебя то есть старшие товарищи которые подскажут научат искать что искать потому что новичок не знает что искать где искать что выдает на это уходит примерно год это идет быстро так как в школе есть инструкция по шагам вам сразу дается инструкция просто не надо бежать вот тут конкретно указано вот первое второе третье дальше в кабинете запутаться сложно план 1 план 2 план 3 план 4 план 5 план 6 иди по порядку все и не прогадаешь здесь нельзя запутаться и сказать ой сложно открыл план 1 и погнал с первого второй третий и так далее и так далее задавай вопросы все рубрики на самом деле привязаны не надо искать где-то в группе гугл нечто нечто где тематика она привязана сразу группе вот мы говорили сегодня о вадиме и поговорили вообще о том как человек начинает изучать python по крайней мере многие из вас будут иметь представление иными словами хотите программировать вы будете программировать для того чтобы успешно программировать согласен можно начать учиться самому но это будет 3-4 года можно все пройти за год но для этого надо школа я не говорю что вот именно вот школа бавсуновского просто я пишу очень подробные уроки и на понятном языке большинство школ рассказывают на профессиональном языке это и ученик там что особенно новичок что радио послушал и забыл после урока ничего не отложилось здесь идет обучение от простого к сложному на пропорции 65.нет идут совсем простые уроки спб первый план копаемся дальше идет уже немножко усложнение 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 то есть постепенно то есть вам лучше иметь сообщество где есть в первую очередь такие же люди как и вы новички и конечно же где есть старшие товарищи которые это уже прошли и могут подсказать так двигаться легко и просто шаг за шагом и тут я сказал хотите программировать вы будете программировать Вадима я поставил в пример как человек который пришел с нуля человек уже в среднем возрасте 40 лет то есть уже есть свой опыт да ну язык с этого возраста уже вроде как сложнее ну не скажу мне после 40 мне просто это безумно интересно поэтому мне просто ему тоже безумно интересно потому что у него есть цели планы ну об этом мы поговорим потом делаем вердикт сайт находится spb-tut.ru школа программирования здесь мы занимаемся не только вот сейчас начался курс по оп хотя оп раньше было объектно здесь уже переосмысление более глубокое изучение джанга вообще вот как делает Вадим вот я посмотрел он делает во первых что он работает с пайтом он работает джанга он работает обязательно с андроид а как найти андроид у нас очень просто нажимаете еще python for android потому что разные подходы программирования и если первое время у вас происходит дергание отвлеклись от джанга на андроид там забыли это нормально ребят придет время будете переключаться это надо тренировать потому что допустим почему надо работать с двумя системами по минимуму а чтобы не стать фреймворка зависимым и развиваться слышали такое выражение глаз замылился вот тоже происходит в языке если человек постоянно долбит только джанга все ну это ж сдуреть можно поэтому поработали неделю джанга переключились на андроид совершенно разные стили программирования андроид сам по себе это будущее джанга тоже будущее но при этом возвращаясь из джанга первый раз вернулся о уже забыл надо повторять второй раз вернулся уже не забыл вот отсюда закончил вот это вот это помню и она придет и третья продажи все надо соображать со стороны продаж потому что основная задача продать продукты здесь можно посмотреть видео что себя включая система продаж вот это я говорю действительно быть струе и действительно учиться программировать шаг за шагом что даст школа школа вам даст просто землю под ногами вы твердо станете на земле и будете знать четко что вы язык понимаете и далее вы идете своей своей дорогой я смотрю ребята кто-то уходит в графические приложения кто-то уходит совершенно в дизайн то есть кто-то работает с массивами кто-то работает с алгоритмами разными дальше когда есть земля то есть python понимание есть сообщество далее каждый уже идет той дороги которая вот ему кажется интересной и выбирает кроме джанга какие-то вещи еще то есть люди разным занимаются здесь и тем более тот же курс python он общий он для всего пиши хочешь android выходит приложение используя обжанга в любой любой вещи это просто курс который сейчас делаю переосмысление глубокое понимание объектно-ориентированное программирование объектно-ориентированное ориентированное проектирование и объектно-событийного программирования три в одном это очень крутая вещь ну вывод вывод делаете сами значит для того чтобы попасть в школу надо получить доступ нажимаете получить доступ вот и пишите письмо в обратном письме после оплаты получаете логин пароль присоединяйтесь шаг за шагом спокойно как я рассказал а не штурмуя программировать вы будете конечная цель достигнута будет почитайте кто еще на данный момент определился языком но не понимает почему он python выбрал почему python это вообще коротко скажу очень правильно потому что python выбирает в себя все языки то есть по сути дела начав с python ну почитаете конечно еще почему python вы сможете писать абсолютно любые программы приложения игры и дальнейшее если вам понадобятся языки то вы будете выбирать уже осознанно при этом оставаясь в зоне комфорта писать на python но подключая c2 plus c2 плюс все версии python для этого есть и java ну на самом деле все это уже написано ваше дело только пользоваться создавать продукты радоваться этой жизни получать удовольствие от программирования от общения с ребятами от того что в вашей жизни появились совершенно новые интересы это круто это классно в принципе я наверное рассказал то что хотел спасибо успехов